Уважаемые родители, сегодня нас ждет очень серьезная тема под названием «Как приучить ребенка к самостоятельности?». А серьезная она и сложная потому, что прежде чем воздействовать на ребенка, нам придется измениться самим, то есть взрослым. А так как мы знаем, что взрослому человеку, уже сформировавшемуся, меняться тяжело, поэтому я вот и говорю, что тема будет непростой. Разделите это прям по пунктам и превратите это в практику, потому что вам теория не нужна, естественно, вам нужна пошаговая инструкция, как это в практике все это дело применить. Сначала я расскажу, как нужно поменяться взрослому человеку, чтобы начать воздействовать на ребенка. А потом у нас будет по пунктам, как воспитывать непосредственно у самого ребенка самостоятельность. Самостоятельность не будет без ответственности. Ответственность не будет без вины, отсутствия, точнее, вины. Вот у нас с вами получается такая цепочка. Если у человека есть вина какая-то, мы про ребенка сейчас говорим, то у него никогда не появится ответственность. Соответственно, не появилась ответственность и не появится самостоятельность. Вот сейчас мы вот про эти три, скажем так, определения, и будем говорить, как уйти, как не привить вину. Если она уже привита, как от нее уйти, как добиться ответственности, и как это все само выльется потом в самостоятельность. Вот это вот большая такая вот тема. Прежде чем влиять на ребенка, вы должны измениться сами. Самим нам меняться тяжело, потому что мы все уже взрослые. Но если у вас получится, вы все правильно услышали, запомнили, примените все это на практике, то и вам легче будет жить, и ребенок у вас будет уверенный, самостоятельный и здоровый с точки зрения психологии личности. Вот Женя противится онлайн-семинару. Знаете, почему? Потому что, видите, зарегистрированных больше, недошедших меньше. За два часа до семинара мозг взрывается, все пишут, мы не можем подключиться. Ну, в общем, давайте я, наверное, просто буду вот как сегодня наговаривать это на камеру. Женя будет на YouTube это выливать, и вы по ссылке оплатили, также ссылку получили, по ссылке вы это дело посмотрели. И вам удобно, что не нужно к определенному времени, мне кажется, сидеть и ждать, да, и мучиться, подключаться. Вы можете на паузу поставить, сделать, когда вам это удобно. Мне кажется, так лучше, да? И я думала над следующими семинарами, значит, я хочу затронуть такую тему, как наказывать, как хвалить, как подбадривать, в общем, как вырастить нравственную, уверенную, сильную, неплаксивую какую-то вот личность, которая умеет проигрывать, достойно выходить из ситуации. В общем, про это хочу поговорить. Потом хочу поговорить про воровство. Это, наверное, будет детей чуть постарше касаться. Вот, ну, в общем, за, наверное, дня 3-4 на сайте, вот где вы регистрирулись... Нет, не на сайте, в инстаграме просто будешь вкладывать все. Ну, или в инстаграме, ну, где-то будем все время дублировать. Заранее, конечно, день в день вы будете знать, а заранее, потому что мне тоже нужно время подготовиться к этим темам, перелопатить немного книг, заранее будете знать, какая тема вас в будущем ждет. Там выходить в прямой эфир в ютубе, я не против, я за. Раз в неделю нам устраивать встречи, выхода в ютубе в прямой эфир, но это будет бесплатно, да? Мне не хотелось бы бесплатно, потому что, не потому что я жаба такая пупорчатая, а потому что Сократ, когда-то давно-давно греческий философ, сказал такую мудрость, что это для психологов прям сказал, а, кстати, даже не психологов, это могут быть и юристы, ну, любые консультанты, неважно и в какой области, что возьми с человека столько денег, чтобы ему показалось, что это очень дорого для него. То есть пришел нищий, заплатил рубль, и пришел там миллиардер, заплатил миллион. Для него миллион много, для нищего рубль много. Вот возьми столько, чтобы этому человеку показалось это много. Тогда он тебя услышит. Все, что я говорю вам бесплатно, я так поняла, в ютубе отвечая на вопросы, пропускайте мимо ушей и об стену горох. Поэтому должно быть платно. Будем верить Сократу. Тогда вы услышите и примите, и не будет по сто раз одной и той же спрашивать. Казалось бы, согласитесь, вот сегодняшняя тема, вроде бы все элементарное, да? Все понятное. Но представляете, какая реальная отсюда будет польза? Я вот тоже пока готовилась к этой теме. Я теперь понимаю, почему у меня сын вечно себя чувствует виноватым. Мы им подарим что-нибудь. Мне так неудобно, я сейчас чувствую виноватым, что я не заслужил. Вот у него вечно, у ребенка у меня 18 лет, вечно это присутствие. Я не могла понять. Всегда мы его подбадрили, всегда подхваливали. Вроде никогда мы его не унижали. До меня дошло. Свекровь бывшая, до 3-х лет, до 4-х она активно принимала участие в воспитании. И я помню, как она это говорила. Как тебе не стыдно? Ты почему с этим бабушкой не поздоровался? Как тебе не стыдно? Почему ты не доел? Вот это вот стыдно. Я читала прям вот эти вот статьи, и мне всплыло, вот представьте, насколько за 3 или за 4 года ребенку вот этот стыд вбили, что сейчас даря ему айпады, айпады или что там, он себя чувствует виноватым. Прямо говорит, мам, я себя чувствую виноватым. Я говорю, ты почему? Я говорю, ты хорошо учишься, ты послушный сын, ты не пьешь, не куришь, ты помощник, ты убираешься. У него убрано, приготовлено. Он сестру тюкает, фу-фу-фу. Он готовит сестре есть, и он там убирает, заставляет сестру мыть посуду. И я говорю, вот за это поведение нам хочется тебе сделать приятный. Ты нам делаешь? Мне стыдно. Понятно, фу-ра-вы, бабушке, спасибо большое. Видите, как, казалось бы, хотим как лучше воспитать, да, сделать воспитанного, а в итоге мы калечим. Из комплекса именно с дети вырастают и уходят во взрослую жизнь. Как это прям тонкий инструмент от психологии. Я считаю, что я вам сегодня дала прям нужные, хорошие знания. Я прям с собой довольна.